Из Афганистана в Украину. Немецкий музыкант Дэвид Мартелло последнее десятилетие ездит в зоны боевых действий, чтобы успокоить людей музыкой во времена нужды. Свой инструмент всегда возит с собой. Сегодня приехал во Львов, чтобы своей музыкой поддержать людей, вынужденных уезжать из своей страны из-за войны. Говорит, выбрал именно вокзал, потому что здесь всегда самая большая тревога в душах людей. Потому что, вы знаете, я вижу, люди боятся и не знают, что с ними случится, что с ними будет. И музыка имеет значение. Я так думаю. У меня ощущение мира, внутреннего мира. Я так пытаюсь помочь. Тысячи людей здесь каждый день стоят в очередях с надеждой попасть на поезд или автобус. Среди них и Алена, которая вместе с детьми уехала из Харькова. Планирует пока пожить у родственников Германии, но уверена, что скоро вернутся. Потому что дома держать оборону города остался ее муж. Муж сказал, что дети должны оставаться под авиаударами. Без выбора, без вариантов. Нужно увозить отсюда детей. В авиау нам вообще спасибо огромное. Вот третье дыхание открылось у нас здесь, и боевой дух здесь чувствуется. И мы подумали, что да, у каждого города своя миссия в этой всей ситуации. Вот. И очень благодарна Львову. Чтобы помочь беженцам из разных уголков Украины, волонтеры вместе с государственной службой по чрезвычайным ситуациям развернули 10 палаток, в которых оказывают всем необходимую помощь. Тут мы сейчас на сквере перед Львовским вокзалом. И у нас палатки Красного Креста. У нас есть гуманитарка. Если посмотреть сюда, то тут у нас палатки для женщин, с детьми, которые могут там покормить, сесть отдохнуть. Есть палатки для мужчин, если нужно гигиену перейти, переодеться. Еще что-то. Есть у нас также костер, где люди могут согреться. Каждый день львовяне привозят сюда сотни килограммов приготовленной пищи, которую потом раздают волонтеры всем нуждающимся. Еду распределяют отдельно для детей и взрослых. Я стою на кухне, раздаем пищу деткам, женщинам. Здесь есть бутерброды, есть борщик, есть вареники тоже, чай и кофе и печенье. Когда прибывает поезд, очень много людей тоже, потому что все как раз спускаются сюда и очень благодарны нам, что мы бесплатно раздаем. Не забывает и о животных на вокзале. Денис организовал сбор корма для собак, кошек и даже хомяков. Животные – это члены семьи, то есть люди их не бросают, они везут с собой. Я их прекрасно понимаю, потому что у меня всю жизнь животные, котики, собачки и, соответственно, люди берут. Видите, нам волонтеры, добровольцы привозят большие корма. Мы их перекладываем в кулечки, чтобы людям было удобнее. Правда, люди много спрашивают. И мы делаем из коробок переноски для маленьких собачек, котиков. По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, во Львовскую область приехали более 110 тысяч человек. Сюда привезли более тысячи детей из детских домов, приютов, интернатов и спецучреждений из разных областей. На вокзалы ежедневно прибывают около 30 тысяч человек, пытающихся уехать за границу. И количество людей не уменьшается. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов, Новости Украины.